Раим Куль Малахбетов. Малахбеков из Элисты, из Калмыкии, встретится с Ротом Сыбой. Вот он идет, польский боксер. Рядом Чеслов Птак, его тренер, 25 поляку, 181 бой провел, 154 выиграл. Они прекрасно знакомы, и Малахбеков, и Сыба встречались в финале чемпионата Европы 1993 года. Вот тогда-то и полный голос заговорили о Малахбекове, когда он выиграл тот чемпионат. Выиграл со счетом ударов 10-4. Здесь немножечко неточность, мы в предыдущие дни говорили, где 18 лет, а 21 будет в августе Раим Куль Малахбеков. Рядом тренер главный сборный нашей Николай Хромов, в прошлом превосходный боксер тоже. Семен Саадинов, болгарский рифри. И кроме Крома, конечно, личный тренер Царен Балзанов. Тренер Малахбекова. Это вставляют специальные приспособления. Капа она называется. Ну, может быть, не все знают, знаете, может быть, любители бокса с любимыми девушками, женами смотрят. Давайте я им скажу, а потом уж вы смотрите внимательно. Ну так, ладно, это шутка. Ну, короче говоря, между прочим, очень крепкий, цепкий боксер, вот этот польский Роберт Циба. Опытный. Вы видели его какие-то такие анкетные боксерские успехи. Не просто будет, между прочим. Раим Кулю. Очень настойчивый боксер. Вот видите, как он быстро начал. Тоже своеобразная тактическая уловка, может быть. Он такой вверх держит перчатки, как бы в глухой защите. Открывает корпус справа. Ну что ж, какая вспышка была и замолк. Тут я вам и говорил, тут немножечко корпус можно попробовать. В общем, сила мужчины не в крике. Он просто так чуть-чуть немножко пытался испугать Малакбекова. Но это сделать не так уж просто. Очень осторожно начали. Неудобный соперник вообще Малакбеков, Раим Куль. Левша работает в правосторонней истоке. Тем, кто видел предыдущие встречи с его участием, наверное, Малакбеков обратил внимание, то, что он не сразу проявляет себя в полной мере. Не сразу входит в ритм боя. Он любит спокойно разобраться. И потом, может быть, это индивидуальность в образе его. Апасшен, апасшен, сила. Пытается предугадывать все действия соперника Раим Куль Малакбеков. Обратите внимание, абсолютно не ждет. В контратакующей своей манере ведет эту встречу пока. Но он может и в другом стиле боксировать. Работал как против Жаля Хаса-Майора Кубинцы. Помните? В первом же бою. Я думаю, мы и другого его несколько увидим сегодня. Не удалось, сорвалась атака Малакбеков. А вот поляк получил очко. Ну, говорят, сейчас представляют Роберта Цибу. Говорят о том, что... Давайте посмотрим, вот сейчас повтор. В полуфинале у немца Дирка Крюгера. Роберт Циба выиграл. На Малакбеков у Артура Микаэляна из Армении со счетом 14-7. А до этого у кубинца Каса-Майора Джеймса Свана из Австралии 8-0. Андрея Гончара победил украинца. Ну, я сказал, вот в полуфинале Артура Микаэляна. А пока здесь особенно говорить не будем. А давайте посмотрим, как должен будет выправлять положение наш боксер. Сейчас уже отлично проявил себя польский спортсмен, когда Равинкульт только пытался пойти в ближний бой атаковать. Он был на чеку. Ничего не произошло, счет не изменился, но... Средо высветил атаку Малакбекова. Нащупывает, нащупывает бреши в сопернике. Ничего пока не выходит. Как правило, Малакбеков наращивает темп боя от раунда к раунду. Все более уверенно, твердо боксирует. Сейчас он пытается это делать. Недостаточно решительно, по-моему, ведет себя сегодня. Сейчас, ну, получилась атака. Хорошую реакцию демонстрирует Малакбеков. Уходит из угла в угол ринга. Но никак не может выровнять положение. Я уже смотрю только на очки. Вот только сейчас это сделал. А этот удар поляка не считает орбит. Он был скользящим такой. Таким. Ну, знаете, в финале ведь, так же, как и во многих других видах спорта футболи, например, очень редко бывают такие блестящие, красивые бои. Здесь же соперники заботятся больше уже о защите, о надежности, о сохранении тылов, понимаете. И проявить себя в полном блеске трудно бывает. Хотя бывают, конечно, бывали. Примеры замечательные. Не будем сейчас отвлекаться. Очень-очень напряженная встреча. В Польше сейчас нет знаменитости в боксе. Поляки блистали в 50-е, в 70-е годы. Знаете, иногда говорят, нет незаменимых людей. Это очень неверно. По-моему, даже обидные слова, отвращающие от многого хорошего, полезного, что было. Феликс Штам, папаша Штам, как его звали во всем мире, каждый год польский тренер, чудесный, готовил для польской сборной изумительных мастеров. Единственный в мире четырехкратный чемпион Европы Сбигнев Петшиковский. Тадеуш Валатик, на равных соперничавший с Валерием Попенченко, Ежикули, Юзеф Грудзин. Но Феликс Штам не только обладал поразительным даром находить будущих чемпионов, но и умел воодушевлять спортсмена, казалось бы, в безнадежных ситуациях. У нас Виктор Иванович Агуренков был подобным тренером, и именно его советская сборная в Берлине в 65-м году завивала в 10, так называемых, в 2-м категориях 8 золотых медалей. Ну а сейчас очень трудного боя этого, третий раунд, заключительный. И ничейный счет. Ну что, Роберт Сыба не меняет тактику, рассчитывает на один удачный выпад, на один, два, три, может быть, вот таких. Вовремя уходит из ближнего боя Малахбеков. Тоже очень внимательно идет встреча. А между прочим, вот странно, но это вот электронное судейство, жюри, они не считают ударов в корпус. Многое другое не считают. Чем прекрасен бокс, защиту и искусство. И не будем опять же говорить об этом сейчас, только обоим. Николай Хромов, наш тренер, внизу на ваших храмах рамки. Не столь решителен сегодня наш боксер, как в предыдущих встречах. Это все в перчатке, в перчатке удары обменялись ударами правильными. А так все в перчатке было. Ну вот сейчас насчет решающихся. Вот тот не пропустил, он засчитает арбитр прямой. Царен Балзанов волнуется. И все мы. Прекрасно подготовлен польский боксер тоже сегодня. У олимпийского чемпиона кубинца Джаля Косомайора здесь в Берлине Малахбеков гораздо легче выиграл, чем вот сегодня. У нас складывается встреча. Получил очко, но задержался там в фазе боя. И сейчас опять судьи не считают очки. Я не могу сказать сто процентов, был ли удар польский, поляка здесь. Но он... Поляк прекрасен был в этом бою. Надо ему отдать должное. Давайте переведем дух. Действительно, Часлов так. Никаких претензий не имеет и никто из болельщиков Роберта Цибы к нему сегодня. Очень выдержанно, прекрасно провел встречу. Но недостаточно было этого. Вот. Возбуждены наши тренеры уже. Очень. И обычно на этом турнире, как всегда, будут вручаться традиционные призы кубок. Например, в частности, ради Ларассела. Наиболее искусному боксеру в память о почетном президенте Международной Ассоциации Бокса. Приз за волю к победе. И вот на этот приз, конечно, может в первую очередь претендовать прекрасной улыбкой парень из юлисты Таджик по национальности Рейнкуль Малахбеков. Поздравим нашего первого чемпиона. Ему, пожалуй, труднее всего сегодня пришлось. Я имею в виду, если сравнивать с предыдущими боями. Но первая золотая медаль на прошлом чемпионате таковой не было. Первая золотая медаль уже есть.